здравствуйте дорогие мои постоянные зрители канала и но вновь зашедшие посетители всем добро пожаловать сегодня я хотела снять видео о начале нового процесса я его уже анонсировала предыдущих видео но вдруг я поняла что этот вышивальный год у меня проходит под эгидой под символом мой любимый dimensions я вышивала в начале года работу маленькую аппетит в прошлом году я вышивала в конкурсе работу по набору dimensions и как получается что в этом году я вышиваю одно за другой работы и еще у меня предполагается несколько работ для вышивки я участвую в совместном проекте алла белочки мой любимый dimensions вот с этим дизайном это синички на шишках синички и шишки вернее это называется значит но я уже рассказывал что работают я приостанавливаю до зимы и думала что как бы приостановила на этом мы и все но получилось так что я выбрала на канале у они киренковой вышивал очки наборчик с маяком вот работа уже начата значит это тоже дима шанс моя как дима шанс вот такой к сожалению не могла найти картинку вот показываю схему этот наборчик будет вышиваться позже также как вот эти вот синички вот следующим наборчиком который я буду вышивать я уже говорила будет свадебная метрика для моего младшего сына у них свадьба в сентябре вот так вот я приступаю к вышивке этого набора а следующие следующая работа это будет новогодний сапожок для мая моей внучки тоже по набору dimensions то есть буквально подряд одна за другой будут дети работать dimensions и вдруг я это осознала и мне в общем-то приятно кстати недавно буквально вчера я смотрела видео веры коминовой где она рассказывала о том что от самой работы вышивки dimensions она удовольствие не получала кстати я тоже я очень люблю начинать dimensions мне нравится нитки мне нравятся дизайны нравится начинать но потом когда начинаешь и начинаешь количество блендов начинает увеличиваться и количество техник прибавляться в общем становится уже как бы не очень комфортно но и ты начинаешь просто дошивать работу потому что ты видишь результат когда видишь результаты результат конечно шикарный так вот ради результатов я в этом году и работаю но помимо dimensions конечно будет между делом какие-то работы которые будут немножко меня так сказать отвлекать от когда буду получать просто удовольствие от того что я делаю крестики вот значит я рассказал о том сколько у набора наборов dimensions работе вот а теперь я расскажу о своем новом проекте который собираюсь начать сегодня сегодня пятница короткий день и вот придя с работы этот наборчик был у меня уже открыт я села более внимательно поизучала я уже сказал что работают я буду вышивать на станке сейчас я покажу почему поизучала инструкцию потому что я впервые вышиваю такой набор с таким количеством техник опять же dimensions техник много и уже и появляются те которые которые я еще не делала я знаю много техник dimensions но вот сейчас это совершенно для меня новые какие-то вещи ну и вот для того чтобы не потеряться так сказать записала свою рукодельную книгу вот сделала первую запись значит я не буду говорить как это на английском я так не могу до сих пор перевести как это правильно сказать будет по-русски это два сердца объединенные свадебной записью ну конкретно это так ну как бы это сказать красиво по-русски поэтично романтично я не знаю но не важно для меня это будет свадебная метрика для моего сына значит этот дизайн 2004 года но я его купила китайского китайского выпуска и купила буквально в апреле этого года кажется или в начале этого года специально для того чтобы больше детям купила на сайте 123 стич то есть это как бы не перевыпуск но это видимо дизайн пользуются спросом из производства его не снимают вот такой вот дизайн номер набора если кому-то нужно это 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 3217 2004 года я уже сказала дизайн melissa edmons значит что входит состав набора состав набора входит так называемая белая принтованная парусина именно так это называется парусина посмотрите такая ткань немножко пестрит как бы от лампы наверное сейчас попробую как-то показать по-другому значит вот такая вот такой холст парусина вот такая без дырочек с таким принтом печатный крест и напечатаны все остальные элементы значит что мне было интересно да кстати составе набора продолжим ниточки на двух палетках количество ниток 26 цветов это нитки мулине и есть ниточка металлик вот буквально три ниточки вот они ниточки металлические они немножко не совсем как бы золотые золотой металлик но зеленоватым чуть-чуть оттенком почему потому что им вышиваются обручальные кольца значит и входит еще в состав опаловая ленточка так называемая немножко отблекивать но будет может понятно значит она выкладывается ей определенный рисунок вышивается лентой поставь набор еще входит вот две такие иголочки вот они если вы можете видеть одинаковые абсолютно значит они не вышивальные так сказать ушка довольно большое но кончик у них обеих острый значит и крестики тоже будут вышиваться этой иголочкой для чего острый крестик потому что острый кончик потому что надо будет прокалывать ткань они мне проводить иглу вместе с ниткой в дырочку думаю что это будет еще та работа потому что вышивается практически весь дизайн в три нитки вот не так как бы вроде бы много но вот белых например много да зеленых много но вышивка идет и крестики идут в три нитки это раз и во вторых здесь очень много я покажу ключ значит вот эти вот символы это гладиевые стежки вот причем здесь посмотрите вот этот черный значит это вышивается глади в четыре нитки две нитки металлика и 1 и две ниточки желтые обыкновенные хлопковые то есть четыре ниточки нужно будет вместе с металликом протащить через эту ткань вот а так в основном вся вышивка видите проходит в три ниточки если это видно три ниточки значит ну естественно французские узелки естественно бэк естественно лази дэйзи вот и еще вот такой вот стежок который называется stem stitch значит и вышивается имена на сердцах stem stitch это ну я так понимаю это шов веревочка вот здесь объясняется как его выполнять вот по технике вы видите что это обыкновенная веревочка но в школе мы все вышивали детском саду некоторые значит вот вот таким шовом значит этим швом вышиваются буквы буковки возле дан вот такой алфавит значит этот алфавит рекомендуется перенести на салфетку то есть салфетку наложить на алфавит и перенести буквы по одной потом их соединить как бы чтобы это была единая прописная надпись вот а потом салфетку прикрепить на вышивку на канву и по салфетке вышить стебельчатым швом вот этим так называемым стем стечь в две ниточки он вышивается вот и но точки на буквах или там где-то это если цифра вышивается французскими узелками причем вот эта операция то есть вышивка букв по центру сердечек это первое первый шаг который нужно сделать в этой вышивке вторым шагом будет выполнение гладевых стежков значит гладевые стежки это вот такие вот темно закрашенные области где бы показать но даже кольца они тоже темным темно вышиваются ряд кольца вышиваются тоже гладевыми стежками причем вышиваются в 4 ниточки две ниточки мулине желтого и две ниточки металлика значит вот вот эта лента вот этот бант значит он вышивается по центру видите крестиками здесь значки а вот эти вот края ленты как бы обработанные края они вышиваются гладевыми стежками видите разными цветами ниток то есть синий это один цвет красный то другой цвет это гладевые стежки следующий этап после надпись это гладевые стежки после гладевых стежков вышивается крест а уже после креста будет вышиваться все дополнительные элементы лэзи дези бэкстич французские узелки выкладная нить лента это будет уже в конце вышиваться мне немножко пара что меня поразило значит поразило то что вот например с посмотрите здесь если это видно сейчас минутку вот посмотрите здесь нанесены крестики и тот же нанесен бэк я вышью эти все крестики я не увижу этих линий бэк от меня линии бэка надо будет выполнять потом или глядя в схему или каким-то образом догадываться как это линия бэка идет ну зачем она здесь нанесена я не очень понимаю дело в том что как бы все крестики закроют эти линии бэка вот как-то так потом придется видим работать со схемы так теперь значит почему я буду вышивать на станке ну так сами понимаете что дизайнерская канва и стирать ее естественно не рекомендуется поэтому заминать как бы ее пальцами тоже и на ли не смогу что я первое сделаю это и расклад же вот эти вот заломы канву я уже обметала по краю здесь видите нанесен центр и снизу и сбоку из обоих боков и снизу сверху вот ну и ради специально ради этой вышивки я собрала свой станок я на нем давно уже не вышивала и на ремонт я его разбирала собрала станочек натянула попробовала ну хорошо как бы канва натягивается боковая натяжка вроде бы не требуется но и порвать вышивать если нужно будет то сделаю боковую натяжку но покажу уже потом в дальнейшем в отчетах ну вот начинаю такой проект надо мне вышить его до августа месяца думаю с ним конечно повожусь потому что как бы вроде бы крестиков то немного остальная техника которая мне может быть не очень подвластно я не как-то волнуюсь загладивая стежки за остальное как бы тоже надо по каким-то образом вышивать эти имена и выкладную не делать вот здесь стебельки выкладной нитью нужно крутить эту ниточку будет шнурочки эти ну посмотрим как говорится глаза боятся руки делают в общем приступаем к такому проекту надеюсь что будете следить приветствую всех участников совместного проекта мой любимый диман шанс вот а с вами со всеми прощаюсь на сегодня и до свидания